невозможно мы проснулись и сейчас что-то будем делать доброе утречка еще разок я пью кофе в отличие от жени потому что женя его уже тысячи лет не пьет а я вам хочу сказать как я люблю пить кофе я люблю капучино чтобы в нем был один шот эспрессо может быть даже еще меньше у него было много водички и либо миндального либо кокосового молока а еще важно чтобы в нем было очень много корицы это просто мой любимый кофе расскажите как вы любите пить кофе о чем только маленький фактик про меня я люблю пить три напитка сразу то есть и воду и кофе и чай и обязательно с лимоном как-то так пока у меня греется моя половичка я вам покажу какой у меня бардак номере вот так обычно выглядит наши рабочие поездки и это не потому что я свинья это потому что я приехала работать я работаю стилистом вот еще приехала без ассистента поэтому мне в этот раз будет сложно вдвойне вот такие дела хотели видеть изнанку получаете сейчас я полчаса не могу найти колготки как-то так кстати про утюг хотела вам еще сказать я всегда мучилась тем что утюги работают только от зарядки если съемка где-то где-то на природе например зарядки нет то это было жесть вы знаете что бальмановский утюжок он достаточно хорош достаточно мощный и работает без зарядки вот еще прелесть его в том что он идет с такими сменными штуками на разные розетки по миру очень удобно ну чехочек приятно все-таки боли ман мы вышли и водитель сука убера заказ 5 минут подождал были отменил баксы списались блин и уехал сука хренеть просто и ору и главное что не позвонишь не нарезано и главное что он не позвонил и не сказал что он ждет там и так далее сука вот видите он не захотел с нами ходить и потому что русский русский значит голодные жене в ударе а я вам хотел пресс не сказать просто кто-то говорит что типа ресницы наручные фу это летние такие профессии когда такие ресницы накрасить тут блин просто каждая секунда пожрать бы успеть блин а не то что красоту навести поэтому все то что можно сделать заранее в таких профессиях лучше делать заранее этого мой жизненный опыт говорит вы мне параллельно сейчас вопросы присылайте в директ эти не в директ давайте вот сюда наклеечку эту вода я вам буду вымеря возможности отвечать на них мы приехали на аллею звезд здесь какой-то лютый ремонт так что не только москва постоянно в строительстве короче вам сказать звезды магазинчики кафешки всякие женька с чемоданом идет сейчас идем встречаться с нашим моделью вот и делать съемочку на самом деле я из-за нашей такой работы постоянной интенсивной выработала себе просто суперспособность спать где угодно и высыпаться даже там за 20 минут то есть условно я если ложусь в два часа ночи то я могу встать не знаю в шесть часов ну если нужно как бы если не нужно конечно я сплю вот потом в течение дня например где-то перезагрузиться в такси прилечь например дома или там где-нибудь на диване где-нибудь в нормальном месте чтобы не подумали вот прилечь дома там например на часик или тоже на 20 минут в зависимости от того сколько времени есть вот и поэтому джетлага как такового я на себе не испытываю потому что я постоянно получается я все сутки дроблю на несколько заходов ко сну то есть вот такой вот у меня график сейчас вчера вечером было очень холодно и реально холоднее чем москве я даже пожалела что шубу с собой не взяла вот сегодня днем ну получше уже нормально то есть я в ходе в тренче мне норм это это адское заблуждение потому что никто от русских от нормальных русских нигде лицо не воротит ну разве что я не знаю официанты в париже когда ты не разговариваешь на их французском языке лет 7 назад было такое желание сейчас его вообще нет потому что слишком много мы полетали и слишком много чего посмотрели и сравнили и я понимаю что в принципе жить гораздо комфортнее чем большинстве городов это зависит от модели сумки от ее состояния если говорить про одежду но тоже зависит модели одежды от состояния вот так что-то дорожает а что-то нет